Здравствуйте! Вы на канале любители растений Боцак. Меня зовут Казаков Максим. И сегодня я хотел бы рассказать про борьбу с мышнистой росой при помощи биопрепаратов. Но вначале небольшая предыстория. Несколько дней назад я снял ролик, посвященный мышнистой росе яблони и борьбе с этим заболеванием. Спустя несколько дней я вернулся к дереву, который я снимал в видео, и увидел, что даже без применения фунгицидов контактного системного действия произошло значительное снижение развития мышнистой росы на листьях. И я решил посмотреть, что же произошло с этой мышнистой росой. Под микроскопом мы видим такую картину. Большое число канидий мышнистой росы и большое число особых коричневых структур. Вот эта вот коричневая структура на самом деле гиперпаразит мышнистой росы. То есть гриб, который паразитирует на мышнистой росе. И именно этот гриб вызвал значительное снижение заражения яблони мышнистой росой. Гриб этот называется Ampelomyces quiesqualis. Он является паразитом мышнистой росы, то есть гиперпаразитом. Организмом, который паразитирует на паразите другого организма. То есть этот гриб чрезвычайно полезен. К особенностям этого гиперпаразита относится то, что он паразитирует на мышнистой росе, причем на мышнистой росе множество видов. То есть он будет паразитировать и на мышнистой росе и яблонь, и роз, и огурцов, и других растений. Кроме этого, этот гиперпаразит способен сохраняться на поверхности растений до нескольких недель в ожидании начала развития мышнистой росы. После того, как мышнистая роса начала свое развитие, гиперпаразит начинает на ней паразитировать. И спустя какое-то время, в данном случае оказалось, что весьма непродолжительное, он приводит к значительному снижению развития мышнистой росы. Я подумал, неужели нет препарата, который использовал бы этот полезный гриб. И оказалось, что такие препараты есть, но для личного подсобного хозяйства они недоступны. Препарат называется ампеломицин, производит его украинская биотехника. Я написал им письмо о том, где можно купить этот препарат, и оказалось, что они его изготавливают только на заказ. За рубежом есть еще один препарат, называется АКЮ-10. Если изучить литературные данные, научные публикации, то оказывается, что применение украинского препарата ампеломицин в контроле мышнистой росы приносит очень существенный результат. Причем на многих культурах. Если даже ампеломицин и не приводит к полному уничтожению мышнистой росы, то он очень эффективно контролирует ее и поддерживает на уровне ниже порогов рикодоносности. Я с нецерпением жду, когда биопрепараты против мышнистой росы станут доступны в личных подсобных хозяйствах, ну или Иван Русских расскажет, как их готовить в домашних условиях. На этом все. Спасибо за внимание, здоровья вам и вашим растениям, и подписывайтесь на наш канал. Спасибо. 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 Спасибо.